Дорогие друзья, всем привет! С вами Сергей, компания Биг Джапан. В сегодняшнем видеоролике я вам расскажу о нынешней обстановке, нынешней ситуации касаемо ценообразования на автомобиль, которые имеются здесь у нас на Дальнем Востоке, на рынках Владивостока на Зеленом Угле, либо рынке Уссурийска, и ту самую выгоду, которую вы приобретете, если на данный момент автомобиль заказывается с аукционной Японии. То есть на данный момент я оплатил очередной автомобиль в банке Приморья, вот банк Приморья, я оплатил автомобиль по курсу 59.90. Что я хочу сказать по поводу данного курса. Такие курсы мы не видели более полутора или более двух лет. Ну то есть, чтобы вы понимали, за весь прошлый год, не только за этот, за весь прошлый год, такого курса не было. Что весной прошлого года, что летом, что осенью, курсы в автомобиль надержались от где-то 71.82 до 68. Соответственно, за 100 японских йен. То есть 68.69 за 100 японских йен. 68.69 рублей. Сегодня я оплатил автомобиль по 59.90. То есть, грубо говоря, сегодня очень-очень сладкие курсы на валюту. То есть, что касаемо японской стороны, то напоминаю, автомобили мы оплачиваем по курсу йены, но не по Центробанку, а по цене продажи. То есть, если курс сегодня там где-то йены 56 копейками рублей, то на продажу 59.90. То есть, по этому курсу мы автомобиль оплачиваем в Японию. Что же касается автомобилей при растаможке, то есть, когда автомобиль приходит и растамажится, то курс берется по Центробанку, но уже по евро ставке. То есть, не забываем об этом. И вот я сегодня оплатил автомобиль. 291 тысяча йен вышло 176 тысяч рублей. Вот. Соответственно, отвечая на вопрос, то есть, сейчас за последнее время поступает много звонков. И я, честно говоря, данный видеоролик пытаюсь снять уже, наверное, за последние 5 дней, в 4-й либо 5-й раз. Потому что курсы все ниже, ниже, ниже. И, соответственно, информация актуальнее становится вот на тот самый момент, когда автомобиль проплачивается. Вот сегодня я автомобиль проплатил, и, соответственно, информация сегодня более актуальна. То есть, сегодня курсы еще ниже, чем были вчера. Вчера были еще ниже, чем позавчера. И так далее. То есть, сегодня самый выгодный курс на сегодняшний день. А сегодня у нас 27 число, 27 апреля. Так вот, для того, чтобы не быть голословным, я могу вам сейчас озвучить определенный перечень автомобилей, которые я себе выписал на листочек, который на данный момент обходится под полную почту со всеми расходами То есть опять же напоминаю, у некоторых происходит недопонимание, когда я скидываю на почту, на электронный адрес информацию, то есть там из калькулятора берется информация, общая информация по автомобилю, фотографии и так далее Все данные, которые я скидываю, все данные, которые я озвучиваю, это цены в круг, полностью в круг, с учетом покупки автомобиля на аукционе, его доставки до города Владивосток, его растаможки и комиссии, соответственно То есть все цены озвучиваются в круг Итак, начнем с такого бюджетного сегмента по автомобилям и там уже по порядку, допустим, сегодня мы начнем из марки Honda Один из популярных автомобилей это Honda Insight, Insight 2009-2012 года, это гибридный автомобиль, такой гибрид-ассистент с мотором 1,3 литра На данный момент обходится в среднем от 500 тысяч рублей, где-то может быть даже от 490 тысяч рублей и выше, но есть цены, естественно, ниже Я же называю пробеги где-то от 70-80 тысяч километров с оценкой 3,5-4 балла и выше То есть от 500 тысяч рублей можно взять хорошее состояние автомобиля, пробег около 80, повторюсь, тысяч километров с оценкой 3,5-4 балла Это будет хороший живой автомобиль И это уже со всеми расходами в городе Владивосток с растаможкой, с поправкой на сегодняшний день То есть я не говорю о том, что это будет через месяц, на сегодняшний день, по сегодняшним курсам Далее мы идем Honda Fit Honda Fit до 2009-2013 года выпуска С мотором 1,3, даже где-то с мотором 1,5 литра Они обходятся в среднем от 490 тысяч рублей за такую, скажем так, тоже базовую комплектацию То есть чаще всего с пластмассовым рулем и так далее То есть от 490 тысяч рублей за 2009-2013 год Также те же самые характеристики, те же самые параметры, что касаемо оценки, что касаемо пробега 2016-19 года уже свежие кузова То есть 2016 год по-прежнему все-таки это уже не проходной, как и первая половина 2017 года Но тем не менее автомобиль в 2017 году претерпел небольшой рестайлинг во второй половине Но цены у них все равно плюс-минус одинаковые То есть если мы берем 2016 год, то цены от 670 тысяч рублей под ключ в Владивостоке Опять же здесь не включена в стоимость кнопка Aero GLONASS То есть если вы являетесь жителем Дальнего Востока, то GLONASS вам не нужен Если у вас прописка не Дальневосточная, то плюс 50 тысяч рублей Либо услуга наша, когда мы ищем местного физика Растомаживаем автомобиль на местного физика с Дальневосточной пропиской Но за это вы платите 10 тысяч рублей То есть было недавно чуть поменьше Сейчас уже 10 тысяч рублей То есть физики поняты, что они востребованы Ну и некоторые просят, естественно, больше Ну и сама по себе процедура, это тоже стоит определенных денег Кого-то найти, свозить и так далее То есть 10 тысяч рублей Далее идем, не менее популярные, скажем так, одни из таких бестселлеров Это Honda Freed Также берем 2000 в диапазоне 9-2014 год Мотор 1,5 литра, не гибрид От 600 тысяч рублей И более в зависимости от оснащения, от комплектации Ну и от пробега То есть также пробеги в среднем 70-80 тысяч и в гору Рестайлинговые новые кузова От 2016 по 2019 года Ну там по-разному, честно говоря Но в среднем от 900 тысяч рублей За хорошее состояние За мультируль За, естественно, нормальный уже электронный климат-контроль И так далее То есть от 900 тысяч рублей На сегодняшний день, по нынешним курсам Далее у нас идет не менее популярный автомобиль Это Honda Vizel Хонда Vizel начали выпускаться с 12 месяца 2014 года Нет, с 12 месяца 2013 года Соответственно, эти автомобили, как продаются, так же и непроходные Так же и проходные То есть непроходные от 2013 года и выше Старт на них сейчас за хорошее состояние и так далее От 1 миллиона 50 тысяч рублей Но для паркетника, для популярного паркетника, надежного от марки Хонда Это прям сладкая цена Вот миллионы 50 Прям супер То есть я в видео неоднократно озвучивал Вот не так давно тоже был снят и Vizel Это один из моих любимых автомобилей в своем классе То есть он, в отличие от Juca, в отличие от Toyota, тот же самый CHR У него самый просторный салон Сзади место вагон для пассажиров Там легко поместится 2-3 пассажира Еще места до передних сидений будет много Что же касается уже рестайлинговых кузовов То есть 2017-19 года То цены также хороши От 1 миллиона 150 за передний привод, за не гибрид От 1 миллиона 150 тысяч рублей Некоторые экземпляры за эту и прошлую неделю такие продавались Причем я беру, получается, в пример, эту и прошлую неделю То есть вот эти две недели Потому что актуальная информация как раз-таки вот за эти две недели Потому что курсы все ниже, ниже и ниже Хонда Шаттл То есть это универсал Предыдущее поколение было это Хонда Фит Шаттл Он у нас тоже есть на канале Но я взял автомобиль по освежее Хонда Шаттл 2015-16 года От 860 тысяч рублей Под ключ в городе Владивосток Без учета кнопки Эреглонаст 2017-19 года От 950-970 тысяч рублей Опять же, без кнопки ГЛОНАСС В городе Владивосток Под ключ со всеми расходами Далее у нас идет не менее популярный автомобиль Хонда Степ Вагон Здесь, получается, будет небольшая поправка То есть есть просто степ-угон А есть степ-угон спада Ну и спада Кул Спирит У них, соответственно, есть разница по бюджету По итоговой цене То есть если мы берем просто в расчет Хонда Степ Вагон То 15-16 года Можно приобрести Также с пробегом в среднем около 100 тысяч километров С оценкой 3,5-4 балла От 930-950 тысяч рублей Это просто обалденная цена на сегодняшний день Что касаемо комплектации спада Там, где получается еще некомбинированный салон Нет передних подогревов сидений И нет второй печки То это в среднем где-то на 100 тысяч рублей дороже 100, 120, 130 тысяч рублей дороже К той ранее озвученной цене Что касаемо Кул Спирита То это где-то плюс 200 тысяч рублей То есть если 930, то Кул Спирит спада На данный момент, вот этих годов 15-16 Ну где-то от 1 миллиона 100-150 и выше Что касаемо уже рестайлинговых кузовов То тут в зависимости опять же от оснащения Если с 2017-19 года у них есть со второй половины 2017 года Два варианта на выбор То есть помимо полуторалитрового мотора С передним либо полным приводом Появилась еще и модификация 2 литра гибрид Соответственно Что касаемо полуторалитровых То они на данный момент в рестайлинге Стартуют где-то от 1 миллиона 550 Миллиона 600 тысяч рублей В хорошем состоянии С относительно небольшим пробегом В комплектации спада Кул Спирит Да и в принципе Кул Спирит Где-то тоже в эти деньги можно приобрести Что касаемо просто степ-вагона Не спады То это где-то от 1 миллиона 300 Миллиона 350 Но опять же ситуация меняется изо дня в день То есть возможно где-то даже и дешевле То есть если вы допустим рассматриваете Даже оценку ниже 3,5 баллов Ну допустим какую-нибудь R С заменой там одного-двух элементов С окрасом нескольких элементов и так далее Ну то есть тоже в хорошем состоянии То можно и дешевле приобрести Но опять же Оценка оценки рознь И не все R дешевле Чем оценка 3,5-4-4,5 балла Потому что опять же повторюсь Ну может быть Потому что опять же Очень важный момент Аукционы Отличаются своими Критериями по оценке И один и тот же автомобиль С допустим замечаниями По замене каких-то кузовных элементов Либо по их ремонту Либо ремонту и некоторых замен На разных аукционных сообществах Может иметь абсолютно разную оценку Как оценку RRA Так и оценку 4-4,5 балла легко Поэтому когда вы задаете вопрос Либо наоборот просите мнение Ниже 4,5 баллов Я стараюсь каждому объяснить В чем собака зарыта То есть разъясняя о том То что 4,5 балла Это не всегда говорит о том То что автомобиль не имел Каких-либо следов ремонта То есть об этом не стоит забывать Едем дальше Ну то есть Хонда Аккорд Как бы это седан Про них я озвучу чуть позже Наверное по седанам По таким все-таки автомобилям Чуть выше по цене Я отдельное видео сниму Потому что честно говоря Я сегодня взял Пока только Хонду и Тойоты То есть одни из самых таких Востребованных Марок и моделей Едем дальше То есть теперь мы уже Переходим на Тойоту Пасса Пасса 10-14 года С мотором 1 литр А у них как правило Стоит мотор 1 литр Вот 500 тысяч рублей Стартует на сегодняшний день Что касаемо Ну тут пропускаем 15-16 год Там где-то 550-570 тысяч рублей Что касаемо 17-19 года Это уже свежие пасеки Некоторые из них Допустим в комплектации Хана и так далее То их можно брать Также уже от 530-550-570 тысяч рублей В зависимости от комплектации От пробега От света И так далее Не менее популярным Следующим идет у нас Тойота Пробокс Это такая рабочая лошадь Буквально Как только случилась Ситуация 24 февраля Мы автоподбором Купили два пробокса Один полноприводный Другой не полноприводный Один 16-го года Другой 17-го Купили их по хорошей цене То есть тогда еще Народ не успел Скажем так Попасть на деньги Тогда еще не понимали Что происходит И так далее То есть в первую же Буквально неделю Мы успели купить По хорошим ценам Автомобили Один пробежный Один беспробежный Беспробежный Мы купили За по-моему 770 тысяч рублей С пробегом 24 тысячи километров 4-х баль Просто цена Сказка То есть Сейчас если Если открыть Дром То такие автомобили Продаются В среднем Где-то за миллион Кстати Что касаемо Цен на Дроме Я об этом Чуть позже Тоже Небольшой акцент Сделаю То есть Если сейчас Вести 2014-16 года Пробокс Мотором Полтора литра Передний Привод То где-то Средним Цены От 600 тысяч рублей Стартует Опять же Это если В хорошем Стоянии Берем Если берем Стояние Где-то Немного Ну Требующее Внимание Где-то По кузовщине Какие-то Более Такие Замечания Требующие Ремонта То там Можно И чуть Подешевле 2017 год И выше Ну Где-то 630-650 тысяч рублей В гору Опять же В зависимости От состояния От оценки И так далее То есть Ну Эти автомобили Реально Очень Востребованы В каком-то Хозяйстве То есть У них Не такой Просторный Точнее У них не так У них просторный салон У них не такой Комфортный салон Особенно Что касаемо Второго ряда В основном Они такие Полугрузовые То есть Заднее сидение Имеет тонкую стенку Складывается сидение В ровный пол И можно на нем Возить все что угодно Он вывезет Немало Сотен килограмм И ему ничего не будет И проедет Минимум 500 тысяч километров И ничего с ним Особо не станет Меняя расходники И следив За общим состоянием Автомобиля И все Вот Это реально Классная рабочая лошадь Даже просто Для каких-то Вот таких вот Ежедневных покатушек Рабочих целей И так далее Какие-то коробки Возить Вот такой вот Автомобиль То есть Toyota Probox Он же Toyota Soxed Идем дальше Опять же Супер популярный Автомобиль Из гибридов Полноценных гибридов Скажем так Основателей Гибрида строения В мире У нас Это Toyota Prius На 20 кузове От 2009 года И выше Цены на данный момент Стартует От 650 тысяч рублей Опять же Некоторые Как делают Везут Prius Не важно 20 кузов 30 кузов Допустим Автомобиль клиенту Обошелся в 650 тысяч рублей Ну не важно Клиенту Частнику Сам кто Сам кто себе привез 650 тысяч рублей Обходится автомобиль В городе Владивосток Под ключ Со всеми расходами Оттуда Вырезают Катализатор Сдают Катализатор Условно говоря Там за 70 тысяч рублей Где-то может быть За 80 Ну то есть Металл у нас растет А там В цене А там соответственно Драг металлов Будь здоров И в итоге Вместо 650 тысяч рублей Автомобиль Становится на 70 тысяч рублей Дороже Но у меня знакомые Таким промышляли То есть Когда себе Везли автомобиль Вот один из них Ездит Он сдал за 70 тысяч рублей Катализаторы И все Прошил автомобиль Ездит Все прекрасно Деньги Получается Часть Кэшбэк Себе сделал Отлично Отлично Что касаемо Уже 30 кузов То есть От 2011 Года По 2014 От 810 тысяч рублей На данный момент С мотором 1.8 Можно приобрести Себе Prius Но опять же У них есть комплектации L-ка самые пустые S-ки S-Towering G-Towering GS И так далее Естественно Чем жирнее будет комплектация Тем будет и выше цена Что касаемо Уже 50-х кузовов То есть От 2015 года И выше То цены На данный момент Стартует в среднем От 1.150.000 рублей Также за хорошее состояние За комплектацию S Далее У нас идет Toyota Aqua Это тоже гибрид С мотором 1.5 литра Опять же У них только передний привод Что касаемо Prius В 50-м кузове Есть полноприводные Что касаемо Prius В 20-м 30-м кузове Только передний привод И Toyota Aqua По-прежнему Опускается только с передним приводом 15-16 года Акву Сейчас можно привезти От 700.000 рублей В хорошем состоянии И сделать ту же самую процедуру Как и с Prius 2017-19 года Уже рестайлинговый Уже прям рестайлинговый Потому что у них был Между Получается Грубо говоря От 2014 года И до 2017-го Середине 2017 года Был определенный рестайлинг Но уже в 2017-м году Второй половине Был конкретный рестайлинг То есть Ближе к концу 2017-го года Там уже оптика Более Как сказать Ну более такая Закругленная Более интересная Видео кстати где-то по-моему А нет Видео по этой Акве Но не суть В общем От 2017-го года Крайний рестайлинг Акву можно приобрести От 760-780 тысяч рублей На сегодняшний день С оценкой 3,5-4-4,5 балла Далее у нас идет Не менее популярный автомобиль Это минивэн С тремя рядами сиденья Точнее два минивэна Первый из них Это Toyota Vige Vige комплектуется Двумя моторами То есть Либо 1,8 Мотор На переднем приводе Либо на полном приводе На данный момент Если брать 2009-й год И где-то до 2013-14 Цены Стартуют от 750 тысяч рублей За переднеприводную версию Если мы ищем полноприводную Это где-то Плюсом туда 80-100 тысяч рублей Падает однозначно Потому что полноприводные Автомобили Особенно в хорошем состоянии Они всегда идут дороже Далее Если мы рассматриваем Уже года По свежее 16-19 То там Ценник начинается Где-то в среднем От 1.050-1.100 И в гору Также за мотор 1.8 Но у них Также еще есть Мотор 2 литра Но 2 литра За счет своей растаможки Не особо востребован То есть В основном берут С мотором 1.8 Передний Либо полный привод Плюс ко всему На аукционах И торгуется Не так много Едем дальше По сути Ему же конкурент В семье Тойоты Это Тойота Исис Также автомобиль Класса Мини В Но уже С двумя Сдвижными Электродверьми Единственная 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 Его еще Фишка Это Отсутствующая Центральная Стойка По левой стороне То есть У него Открывается Распахивается Передняя дверь И сдвигается Левая задняя дверь Левая боковая дверь И у него Образуется Огромный Огромный Проем Ну Видео обзоры На данной автомобиле Огромное количество Присутствует Можете посмотреть И так вот Получается С мотором 1.8 Цены на них Стартуют От 710 730 тысяч Рублей И выше Если рассматривать 15-й год И младше То есть 16-17 И так далее От 930 950 тысяч Рублей Стартуют На них Цены Ну В общем На этих Автомобилях Я наверное Видео подытожу Потому что Дальше у нас Идут все таки Автомобили Уже Классом выше Ну Опять же То есть Конкуренты Степогону Здесь еще Были дописаны Но Не просчитаны Воксики Нохи Эсквар И так далее Также Туда еще Можно добавить Будет Альфарды Вэлфайры Хорьки Камрюхи 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 Кстати тоже Сейчас гибридные Вот по такущим Ценам Продаются И так далее И так далее И так далее То есть Это все Я буду дополнять Возможно Сниму еще Отдельное видео Завтра Чтобы вы Были осведомлены За сколько Сегодня На сегодняшний день Можно приобрести Автомобили Тех или иных Марок Тех или иных Моделей В том или ином состоянии К каждому Озвученному Автомобилю Я прикреплю Примеры Проданных Автомобилей И статистики То есть По статистике Я возьму Сайт Алиада То есть Там где вы Автомобиль Всегда можете Проверить Я сам пользуюсь Часто Данным сайтом То есть Именно Для того Чтобы Сориентировать Клиентов По ценообразованию По тем автомобилям Которые Приобрели Я всегда Рекомендую Именно К данному Сайту Обратить свое Внимание То есть Там цены Плюс-минус Те которые Именно Актуальны Да Там есть Определенные Погрешности По доставке И так далее Потому что Есть небольшая Разница Где-то в плюс Где-то в минус Но тем не менее Цены там Плюс-минус Сопоставимы С теми Которые В итоге Озвучиваются Клиенту То есть Без каких-либо Скрытых Комиссий Без каких-либо Скрытых Платежей Вот Что касаемо Автомобилей Которые у нас Стоят на рынке Сложилась Следующая Ситуация Те автомобили Которые сейчас Сноят на рынке Они Что в Владивостоке Что в Уссурииске Они На Несколько Сот Тысяч Рублей Дороже Чем те автомобили Которые я вам Сейчас Озвучил То есть Чем те автомобили Которые можно В данный момент Сегодня Приобрести Проплатить И соответственно В итоге Получить В Владивостоке Да Есть небольшая Конечно Погрешность По курсу То есть Автомобиль Может на момент Прихода Быть как Чуть дешевле Так и Чуть дороже Но есть Определенные шаги Как с помощью Допустим Денег Закинув на биржу Можно По сегодняшнему курсу Зафиксировать Определенную Валюту Определенный Скажем так Объем валюты Приобрести А на момент Растаможки Автомобиля За несколько дней До того как Автомобиль поедем забирать Взять эту валюту Оттуда вывести Продать И соответственно Забрать Деньги рублями И оплатить таможню Как бы этот момент Тоже имеет место быть И многие пользуются Так вот Автомобиль на данный момент Получается на рынке На несколько сотен Тысяч рублей дороже И по сути Получается так То что Сами продавцы Стали заложниками Всей этой ситуации По сути не только продавцы Даже те автомобили Которые Мы привозили Те которые выдавали То есть Чем ближе К сегодняшним дням Тем автомобили Естественно Выходят По растаможке Дешевле То есть Некоторые Даже Дешевле Той цены За которую Изначально Они рассчитывались То есть Потому что Не только Е на сегодня По 59.90 Оплачивается В Японии Но также И Евро Сегодня 76.77 рублей Автомобили Которые Не так давно Растамаживались Растамаживались И по 115 И по 96 И по 90 По 80 С копейками И так далее Я вот Получается На этой Либо на следующей неделе Пойду забирать Клиентский X-Trail Который Как раз Был куплен До всех этих событий За несколько дней Буквально Или недель И вот Только-только Недавно Подошел И Растамаживаются То есть По нему Разница По Той цене Которая была Изначально Прописана В договоре По конечной Разница Будет Небольшая Ну то есть Мы посмотрим Сколько там В итоге выйдет Таможня И я Озвучу Потом В том Самом Обзоре Который Буду Снимать Этот X-Trail Там Тоже Интересно X-Trail Вот Поэтому Друзья Вот Такая Вот Информация Такая Ситуация То что Продавцы Да Не только Продавцы На самом Деле Но И Некоторые Клиенты Оказались Заложниками Той Ситуации Которая Сложилась После 24 Числа После Всех Этих Событий В итоге Получилось Так То что Всем Продавцам Пришлось Растамажить Автомобили По Дорогим По 140 И так Далее Я Говорю Именно Про Растаможку Почему На дан Момент Цены На Рынке На Несколько Сотен Тысяч Рублей Дороже От 100 150 Тысяч Рублей До 300 До 400 До Которые Каждого Своя Площадка К примеру Берем Допустим 10 15 20 Автомобилей Естественно Когда Каждый Из них Подорожал На Несколько Сотен Тысяч Рублей Ну Вы Представляете Даже Возьмем 5 Автомобилей Если Каждый Из них Подорожал На 200 На 300 Тысяч Рублей Какой Им Также Приходится Цены Снижать Где-то На 50 Где-то На 100 Тысяч Рублей От Этого Никуда Не Денешься Потому Что Приходится Подстраиваться Под Рынок Сегодняшних Дней Под Сегодняшние Реали Но Тем Не Менее Я Никого Не Призываю Отказываться От Покупки Автомобилей Где-то На Рынках И так Далее Это Уже Вам Решать Абсолютно Потому Что Если У вас Прям Горит Покупка Сегодня Здесь Сейчас Вы Конечно Без Проблем Можете Поехать Купить На Рынок Себе Любой Автомобиль Проверить Его Изначально Если Он Устраивает Покупаете Едете И Вас Возможно Устроит Но Именно С Финансовой Точки Зрения Естественно Купить Автомобиль Под Заказ Из Японии Сегодня Самое Выгодное Самое Выгодное Решение На сегодняшний день Курсы Самые Низкие За последние Два Два С половиной Года Честно Не помню Когда Курс Был Ниже 60 Рублей За Йену Посмотрим Что Будет Завтра Но Сегодня Автомобиль Проплатили По Курсу 59 90 Так Вот Друзья Видео На сегодняшний День Я Закончу По Тем Автомобилям Которые Я Озвучил Картинки Будут Добавлены С сайта Не забывайте Писать Звонить Оставлять Комментарии Ставить Лайки Ютуб Пока что Еще Работает Но Также Еще По ссылочке Под каждым Видео Есть ссылка На Яндекс Зен Туда Я тоже Видео Дублирую Все Друзья Всем Хороших Праздников Будущих Всем Отличного Настроения Несмотря Ни на что Ну И Обращайтесь Всегда Поможем Купим Отличный Автомобиль По Вот Таким Ценам Пока Пока